я буду сегодня рассказывать о новой функции липидов которые мне посчастливилось открыть в девяносто шестом году это новая функция липиды которые и укладывают активную роль фолдинге мембранных белков на этом слайде я вообще я до сих пор как мне просили рассказать о моем пути в науке я пытаюсь во время своей лекции делать некоторые отступления на всякие темы но я хочу начать с того момента вот когда начинаю решать проблему надо ее задать вот на этом слайде я изобразил вот научную проблему которые предстоило решить то есть это фолдинг мембранных белков вот фолдинг всех белков начинается с первичной последовательности где уже много информации заложены вот sequence потом белок скручивается он я уже говорил несколько основных структур то есть белок скручивается в альфа-спираль вот альфа-спираль это уже а способность скрутиться в альфа-спираль уже заложено в самом белке в самом секвенсе вот потом и существуют же какие-то правила как ему свернуться но вот я уже вам говорил что водородной связи образуется это все заложено в белке но хотя когда белок страивается в мембрану тут также много и вот толщина мембрана определяет альфа-спирали ну что весь этот процесс который определяется специальными правилами это альфа-хеликс-формейшн-спираль должен каким-то образом ну как фасы и фасы летает это или ну что-то ему должно помочь и были открыты шапироны молекулярные шапироны которые помогают белку свернуться в правильную структуру вторичную структуру и потом в третичные и догма была вот до того как я начал заниматься этой проблемой догма была что липиды так сказать инертно в этом процессе конечно они это важная структуру формирующие это все знали но играют ли они активную роль никто не знал 90-х годах ну я подумал и предложил что я могу рассказать как это получилось позже что липиды играют активную роль фолдинге мигранных белков и при этом они работают как шапироны молекулярные шапироны то есть они помогла помогают белку свернуться но они потом как сказать уходят и не компоненты его структуры вот вот идея что что шапироны делает молекулярные шамироны шапирон это французское слово то есть кто там оберегал девочек то есть они оберегали но они потом где как-то там следя то есть шапироны они помогают белку свернуться ну они не элементы конечной структуры ну как всегда вот я уже говорил тут эти интервью что я считаю что всегда нужно пройти против догмы и вот мы мои вообще очень люблю собак вот здесь написано вот этот догма думали кола шапирон sky f2b протеинс то есть долг это я играю с английскими слоговами долго 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 то есть всякие догмы рано или поздно так сказать могут быть разрушены и я имею несколько учителей в науке вот я очень благодарен игорь спанчу кулаева из мгу и марина артемии не смеянова испущена я считаю что они меня вырастили таким что я всегда шел против в догму и второй учитель это рон кабак из и силы университет калифорнии в лос-анджелесе он по-другому все перевернул мою жизнь он всегда говорил что дарвин был неправ то есть двигающая сила в эволюции конечно много очень шутит всегда и до сих пор что же древесей сил в эволюции то что природа пытается обмануть нас ученых и то есть и наша задача как обмануть природу и найти что-то новое и когда я приехал в пущино в девяносто первом году билл дофхан предложил этот момент как обмануть природу то есть я как говорил что это единственная лаборатория две лаборатории в мире занималась липидными генами как я говорил что липиды они не кодируются генами сами липидные молекулы это существует много ферментов которые определяют синтез липидов и вот в то в то время что билл дохан предложил он предложил из бактерий грамм отрицательных делать любую клетку то есть например можно было вот состав клетки липидных и шерихи коли грамм отрицательных бактерий я уже говорил о липидах в своей лекции что фстилотоноламин 70 процентов сделал глицерин 20 процентов оставший кардиолепин ну манипулировая с генами вот можно было убрать сделать она ломилась к этот косовая хроматография можно вместо вбилла такой вами на синтезировать его стилхолин который основной липид и у критической кратки клетки можно вас не место фастилотоноламина синтезировать моно галакто и он глайка липид которые потом превратите в галактов липи диджи и диджи или гэл актуэ диглайку ли än от растительные то есть мы можем манипулируясь с иенами из еколи сделать грамм положительную бактерию можно сделать растительную клетку и я говорю только мембране то есть можно из грамм отрицательной бактерии сделать грамм положительным можно из грамм отрицательной растительной клетки можно митохондрию вот и потом используя эти штаммы то время было в 90-х годах популярны рекоменантные молекулы рекоменантные днк и вот удалось получение комбинантные клетки то есть как бы рекоменантные молекулы против рекоменантных клеток и вот когда я приехал было только вот этот два штамма в штамм в котором не было сделано ламина и поскольку это позволило видеть я уже говорил что можно сделать убрать его или добавить другой и добавить пастилхолины и критически или даже добавить липид который только что эту грамм положительных бактерий но потом используя это штаммы как биологические реагенты мы можем изучать процесс потому что идея такая что если два липиды и белки как-то помогают друг другу как мы можем это увидеть на что убрать этот липид и потом смотреть что стало с клеткой в это время но это вот идея то есть убрать этот липид и потом посмотреть какой-то белок что с ним стало ну идея была вот эта идея показана что поскольку они к и волк во время эволюции липиды ну то если мы уберем вдруг этот белок что-то случится этим белком потому что моя идея что вот эти белок мы выбрали вот это рон кабак который проработал всем все вот это лакто спермиазов который пересекает мембрану 12 раз что идея что в принципе что липиды делают они стабилизируют структуру белка который она нестабильного если вне мембраны да и что липида не стабилизирует одно сыр когда мы убрали этот липид структуры должно что-то измениться вот этой в 96 90 я в общем-то до отступления науки я приехал двенадцать первом году в общем то тогда русских практически не было там в америке всех нах очень проверяли я это потом узнал то есть я через семь лет узнал что мой проект был дан такому же я привез проект с собой то есть моя идея испущена было что надо синтезировать липиды так и селфри то есть как вот было белковый трансляции ты берешь плазмиду и транслирует in vitro protein translation то есть транслировать белок в пробирке никто тогда не думал что можно in vitro делать ли синтез липидов то есть у меня что на это четыре или пять лет никаких публикаций ну как бы там шеф который я был поздоком верил в меня потом я узнал что тот же проект он дал своему другу то есть они обсудили мой проект что я привез и такой же проект дали правит профессор викнер в калифорнии его друг дал своему студенту или поздоку я уже не помню то есть тогда ну кто-то и русские непонятно хотя у меня был там один с публикации в зарубежной печати испущены думать там коми там кто там называли там я даже помню такое там замки когда я приехал такие знаете вот крутишь там это не просто там ключиком а в америке все замки вот крутишь там набираешь набор это я подхожу там спирт был да я подхожу набираю добирают никак там это все влево вправо и там про себя говорю к это ну как stupid system ко мне тут подходит ты чё против нашей капиталистической системы имеешь там типа я сказал stupid system вот это замок замок такое это ну вот я работал никаких публикаций пять лет в калифорнии бросили этот проект три года хотя потом этот бесклеточный синтез я наладил но я не наладил флип-флоп липидов инвитера потом мы опубликовали 98 году когда мы спервые сопрягли синтез липидов и белка инвитера я покажу об этом но первые вот я говорю что тогда было то есть нас русских было мало нас всех проверяли в науке там помню там делаешь эксперимент шефу так подходит смотрит потом лаборант американец который все там ему докладывает кто что это были первые годы в америке которые в общем и мы многие через это проходили например там поехал парень там пришел там так достал сигареты и папиросы там понимаете русский закурил шефом пускай это были разные случаи из той жизни в 90-е годы когда вот первые русские ученые в америке я вот прошел через это кто-то прошел через другое сейчас же все изменилось сейчас все интернационально уже русских знают там китайцев знают в те годы в 90-е было все по-другому ну вот идея такая что белок если липиды важны если липиды туда лишь со структурой что-то случится должно как мы можем это показать вот убрали взяли белок экспрессировали в пластмиде в клетке где нет этого белка вот без него и какой метод рон кабак дал мне антитела которые узнают специфически и как же вторичную структуру или вентритичную триктуру когда белок скрутился ну мы решили использовать эти антитела чтобы структуру но первых посмотреть функции это было это лактоз пермиаза до клетках бисфосдилатоламин они не стали транспортировать не стали транспортировать лактоз значит функция белка случилось то есть я дал радиоактивную лактозу экспрессировав клетках которых это вот не липиды транспорта нет вот конформации антитела конформационность специфически вот антитела видите вот в клетке вот это три концентрации было нанесено вот три концентрации белка и смотрите антитела которые узнают например вот этот вот лук вот этот они не узнали эту структуру когда это белок экспрессировался в клетках бисфосдилатоламина да а когда я поликлонального антитела мик они видят ему неважная конформация виде сколько этого белка то есть это не то что я белка меньше нанес туда ну что и тогда как шапероном подходит белковые шапероны были известны как изучает то есть белок дина турирует я дитерегент хочу рассказал потом рина турирует и добавляет разные белки например белковые фракции если гилд вот это белок начинает хорошо и правильно скручивается во времени значит вот работает как шаперон до на методов для бибра на белков то времени не было но я вот ехал в автобусе там на работу и подумала как же вот какой метод придумать и вот мне пришла идея что даже мембранные белки мембранные белки дина турирует в издрессе до издресс пейдж да они дина турирует а как их ринатурировать то есть я придумал что вот были разные методики саузер вы знаете днк на был бумажку переносится но за переносится рынка на бумажку а как перенести липиды на бумажку то есть я придумал поскольку японцы уже тоже думали об этом вот тонкослойная хроматография то есть вы знаете что это такое разогнал липиды тонкослойной хроматографии да и они разогнались тут я окунул ее там в растворителе запропанул насытил взял который вестерн вестерн блотинг используется там нитроцеллюлоза или пивиды до приложил взял из дома утюг и прогладил потом посмотрел бац перенеслись нужно этаноламины это как аминокислота этаноламин саноламин можно покрасить нингидридом попрыскал нингидридом научил ничего себе это вообще-то вот тоже интересная история иногда слушаешь русских за границей был на одной конференции что там один парень говорит говорит по-английски такой потом приходит ножка да ничего себе вопрос трудно не ожидал но только русский который сидящий в зале знает что он там он думает что он про себя это говорит ну вот липиды перенеслись да теперь я взял эту бумажку истер да истер я нога почему я истер назвал вот эту бумажку взял совместил с елем и перенес белки я ожидал что если этот липид важен для фолдинга я у меня есть антитела и обычно после они если они вместе то есть я увижу изменения но тут более проиллюстрированы это на следующем вот я взял тел си вот разогнал липиды сделал собрал вот такой сэндвич потом утюгом провел утюгом провел они перенеслись я перевернула это пивиди ефель нитрисона на 90 градусов вместил с елем разогнал и сделал обычный в вестерн блокинг у меня в голове потому что некоторые вот думают хоть что такое вестерн вестерна это белок динатурирована в сде се он переносится на бумажка и начинает там ренатурирует потому что sds он отрицательно заряженный он уходит вот в чем суть 9 стран а то есть белок денутерирована в сдс когда он на бумажку переносит издс из электро электрофоресты в то есть он как бы ну током уносится и белок скручивается он уже скручивается на бумажке. Идея была, что если эти липиды там на бумажке присутствуют, которых я перенёс, они помогут ему свернуться. А антителами я проверю конформацию, так ли это или не так. Вот, ну, я назвал этот метод, поскольку там Саузерн есть, Норсен, я думаю, я из Восточной Европы, назвал это Истерн. Да, Истерн. То есть Восточный. Тут был Амир Шам, тут был, они говорят, видите, все блокинги, которые были известны. Там Вестерн, какой тут, я без очков сегодня. Норсен, Сазерн, было, так сказать, что это? Добавили Истерн, там китайцы там говорят, да что это? Какой там Истерн? Когда ты собираешь Норсен Вестерн, там белок РНК взаимодействия, Сазер Вестерн, ДНК белок, какой-то местный, тут тебя Истерн Вестерн ты назвал, когда липиды с белками, что это? Направление, я говорю, вот смотри, 90-е годы, если там социализм идет так глубоко-глубоко, когда ты идешь и рано или поздно встретишь Вест, то есть пойдешь Истерн, там по кругу, да? Ну ладно, китайцы были удовлетворены, то есть я решил продать эту идею разным фирмам в Америке, Амир Шам, там вот во всяком случае контактировал, никто не согласился. Ну, там Американец был рад, он мне принес Миша, you got license to blot number 007, то есть это сколько лицензий to blot, то есть license to kill with all due respect to Джеймс Бонн, да? Он имел license to kill. Вот этот вот Американец, мой друг, сделал для меня такой бейдж, вот так, license to blot number 007, потому что southern, western, northern, south, western, ну и так началось, то есть это была седьмая техника, которая вот позволила, ну, наряду со всеми. Потом уже там появились, начали western, это wild western, когда два western, сопрягаясь, например, вирусные белки и белки и бактерии изучают вместе. Ну вот, началось с этого, ну, я использовал утюг, я, к сожалению, убрал там оригинальный слайк, где там утюг, здесь стоит, жена потом говорит, куда утюг-то делся, это, ну ладно, я, я перешел на, а, вот он, вот он, вот мой оригинальный слайк, используется утюг, то есть, ну, потом, в Америке я никому эту идею не мог продать, а японцы заинтересовались, вот, и мы создали прибор, это японская компания Атто создала прибор, который они назвали Far Eastern, я говорю, ты Eastern, from Eastern Europe, в Японии это Far Eastern Country, да, как это, дальневосточная страна, давай назовем ее Far Eastern, это Масато Умеда, вот я его увижу в середине, я думаю, мой друг, и два человека из этой компании создали этот прибор, который сейчас позволяет переносить липиды автоматически, то есть, что там получить, там можно регулировать температуру переносного, для разных липидов температуру, вот утюг-то не можешь там точно контролировать, перенести холестерол, вот разной производной холестерола, там одна температура, одни растворили, то есть, этот прибор регулирует pressure, как вот, ну, с какой силой это, и температуру, и можно переносить ее, переносить различные липиды с помощью этого прибора. Это всегда, я говорю, какая же тут у меня пошла, old guys rule, то есть, older you get, то есть, older, the better you was, или это, ты становишься старше, и потом, как это перевести, ты все, чувствуешь, что ты лучше и лучше был, когда ты был молодым. Ну вот, и результаты вот этого Eastern-Western показаны здесь. То есть, как вы помните, белок был денатурирован, когда собрался в клетку и взял в стиланамина, а потом он ренатурировал, только когда липид, присутствовал этот липид, которого не было в сборке, то есть, вот его не было in vivo, когда белок синтезировал, но когда его перенесли на подложку, он во время этого Eastern-Western его нашел, а другие липиды, эмберрофостилхолин, он ничего не помог. То есть, это было первое доказательство, что липиды могут работать как молекулярные шапероны, то есть, он именно, этот липид, реквайрд, нужен во время фолдинга, когда белок денатурирован, а потом ренатурирован во время вот этого Western-протокола, там СДС уходит или по электрофорезу, вот, но там было много контроля в этой статье, мы подали эту статью в Science, Nature, и Cell, вот это, первые небелковые шапероны, нигде ее не взяли на, на это, только проявил интерес, потом мы подали Journal of Biological Chemistry, они как раз все просекли, и это, я впервые, моя была сучка, в течение двух недель, это заняло меньше двух недель, это рецензии, публикации, они решили опубликовать без всякой очереди, как Accelerated Publication, вот, в тот же год, это было признано открытием года, на Gordon Research Conference, и Nature, которая не приняла эту статью, она опубликовала, как highlights, вот это, вот это явление, ну, потом подошел, я вот рассказывал, только сегодня это вспомнил, Рустаму, потом пришел редактор of Science на конференции, Gordon Research Conference, говорит, а что вы к нам-то эту статью, у вас, что вот, GBC было прикол, Journal of Biological Chemistry прикол, это к постеру, надо было к нам, нам такое, это открытие, что же вы там, мы говорим, чего же, но мы вам посылали, вы даже вообще игнорировали это там, в следующий раз мы лично к вам должны были, вот, наверное, да, да нет, нет, надо в редакцию посылать, ну, вот так и началась эта история липошоперонная, я вот говорю, действительно, вот я ехал в автобусе на работу, вот как вот, я подумал, что вот, а почему вот так вот не сделали, вот началось все с этого утюга, и, ну вот, и теперь, вот, теперь мы использовали разные штаммы проверить, что ПИ, это уникальный липид, или могут другие липиды заменить его, то есть, опять же, та же технология, вместо ПИ сделать ПИС, например, вместо ПИ сделать моноглайка дайосилглицерол, диглайка, то есть, это как, все шапироны, они промиску, то есть, они не обязательно, то есть, вот как, они узнавать, может, разное количество белков, и здесь, я всегда следовал, то, что было известно с белковыми, шапиронами белковой природой, тоже надо делать, что с шапиронами липидной природой, и оказалось, что ПИ, этот, фазделатонолаймин, не уникальный, моногалакта, орглайка, дайосилглицерол, могут заменить, диглицерит, может ее заменить, также и диглайка, дайосилглицерол, и ПИС, они все взаменяют, то есть, все шапироны, они, то есть, это не уникальное свойство, но есть, что, два момента, которые необходимы, чтобы липид работал, как шапирон, то есть, вот я говорю, тут показано, что вестерн блотинг, и на истерн, что даже ПИСИ заменяет это, то есть, они взаимозаменяемы, ну, вот они, видите, ПИСИ, и гликолипиды, они все поддерживают фолдинг, идея была, вот, потом мы проанализировали секвенс всех белков, которые, которые могут скручиваться с помощью липидов, и идентифицировали мотив в этих белках, который взаимодействует с этим липидом специфически, вот, в первой структуре лакопермиазе, видите, можно по-английски читать FAT, FAT, жир, то есть, я всегда шучу, это, конечно, так сказать, коинсидент, что уже написано кем-то, если они, конечно, все пишут на английском, уже в секвенсе, напишут, ну, если английский самый распределённый язык, то вот этот мотив содержит FAT, фенилаланин, аланин, ну, это шутка, конечно, английский язык не универсальный язык, да, и идея такая, что вот эти фенилаланины, фенилаланины, которые, я уже говорил, это индолканик, содержащие аминокислоты, у них электронное облако размыто, вот, они частично отрицательный заряд несут, и афосилотеноламин, это этаноламин, он положительно заряженный, и что происходит, что просто вот эти вот спирали, она закручивается, вот этот шаг спирали, вокруг положительно заряженной головки фасилотеноламина, а почему другие, и фастилхолин также работает, и гликолипиды также работают, потому что один тип интернет-модействий, мы потом это еще не опубликовали, тогда мы это получили, но другие, пермиаза, пермиаза-милибиоза, она также, фасилотеноламин, работает как шаперон для других белков, ну вот, здесь я показываю, как бесклеточный синтез липидов, потом мы проверили, вот это то, что у меня нашло, ушло с 91 по 96 год, ничего было опубликовано, мне удалось синтезировать липиды в пробирке, используя тот же экстракт, который используется для синтеза белков, и когда это получилось, я сопряг инвитера транскрипшн и транслейшн, то есть белок был транскрибирован и транслирован в пробирке, и сопряг это и показал, что также, если ты косинтезируешь с дилатоламина, то они опять же помогают фолдингу во время встраивания белка, то есть то, что вот я потратил 5 лет, впервые удалось опубликовать в 98 году, вот показано, что предшественник фосфолипидов был синтезирован в стилатоламин, когда одновременно белок был косинтезирован с липидом, видите, они помогли друг другу, и вот антитела фиксировали вот это, где не было ко-биосинтеза, а и было, видите, какая большая разница. Это до сих пор остается единственным примером, когда в пробирке были косинтезированы белки и липиды. В том же мы тоже сделали ин виво, когда мы синтезировали и добавили этот липид ин виво, уже экспрессия из плазмиды, получили тот же эффект, что синтез этого липиды нужен для фолдинга этого белка. Это как бы деново фолдинг ин ситу в пробирке ин виво, то есть эстерн-вестерн позволяет рефолдинг, то есть это следует тех же процедурам, что и для фолдинга для шоперонов белковой природы. И вот я заключил, что стилатоноламин работает как молекулярный шоперон небелковой природы, мы назвали его липошоперон, взаимодействие с лейтфолдинг, то есть вначале белок может даже встраиваться в мембрану, а потом перестроиться и конформацию принять нужное и взаимодействие with non-native interminutes, то есть вот липиды в эстерн-вестерн, там он частично дентурирован в СДСе, то есть идея была такая, что белок транслируется в клетке, ему лучше встроиться кое-как, ну типа когда так сказать global conformation is correct, но детали еще не те, и вот липиды нужны, чтобы вот эти детали, то есть белку, иначе он где-нибудь там задержится в передстраивании, да, мисфолдинг произойдет, а ему лучше каким-то образом туда воткнуться, а уже потом липиды и вот это, файн-тюнинг вот это ему добавят детали конформации. Ну, теперь вот мы начали взрыв, теперь я говорю, мы говорим о фундаментальной науке, вот я вам продемонстрировал чисто theoretical exercise, то есть вот как мы нашли это, ну какое это имеет приложение. 5 лет назад я начал сотрудничать с федеральным университетом в Дальнем Востоке, наверное так, в Дальневосточном или Владивостоке, мы начали попытаться найти, как имеют ли эти шопероны какое-то реальное применение, ну как вот, translation медицины. Вот несколько групп в федеральном университете во Владивостоке занимаются герсинией, бактерией. Герсиния, там есть герсиния пестиц, которая вызывает вот это, какой же, как оно по-русски, бубонную чуму, да, чума, да, а есть еще герсиния псевдотерпикулоз, которая обычно живет в земле, а потом, когда заражается, там псевдотерпикулоз, это кишечное заболевание. Но идея такова, что, во-первых, это постоянно живет в земле, где нет глюкозы, когда они у нас в организме, там есть глюкоза, а вторая идея, что температура от плюс 4, плюс 8 в земле меняется до 37 градусов там в нас. И мы предположили, я предположил, что белки могут, есть белки, ну, heat shock proteins, да, это тоже шопероны, есть cold shock proteins, могут ли ли липиды работать как cold or heat shock proteins, и предотвратить, когда температура меняется, предотвратить миссфолдинг этих белок в мембране, потому что это уникальная система, мы можем в лаборатории воспроизвести инфекционный цикл бактерий, то есть они были в земле при температуре плюс 4, плюс 8, глюкозы не было, потом ты их добавляешь в глюкозу и колбочку двигаешь на 37, и вот на 37 градусов ты как бы мимик, как это, мимик, мимик, воспроизводишь, да, воспроизводишь вот инфекционный цикл в лаборатории, вот, то есть это бактерия живет в земле, а когда мы добавляем глюкозу, то есть мы как бы мимикируем, какое-то слово вертится, мимик, имитируем, вот, спасибо, имитируем вот этот инфекционный цикл, и более того, мы знаем, там у нас анаэробные, частичные анаэробные, то есть если расти бактерии на холоду, они прекрасно растут на холоду, а потом перенести в чашку и расти при анаэробных условиях присутствия глюкозы, ну, вот эта модель, да, и что с липидами может случиться, ну, это модель, вот, экспериментальная модель, ну, первым делом липиды, надо померить липиды, что случится, вот, пометили фосфор, разогнали, и оказалось, что, вот, смотрите, лизолипиды до 30%, никогда до этого никто не видел, лизолипиды как детериенты, я вчера рассказывал, с одним хвостом, да, как бы детериенты, мембрана должна, наоборот, как бы, еще, мембрана, 30% детериента в нее добавили, да, она должна разрушаться, а нет, они, наоборот, хорошо живут, там, заражают, болезнь проходит, да, вот, до этого я нашел только одно доказательство, что вибриохолера, вот, как это по-русски, вибриохолера, это вибри, да, да, вибрио-вибрио, да, у них тоже в 70-е годы обнаружили, что они могут содержать до 30% лизофосфолипиды, но тогда все считали, что это артефакт экстракции, то есть, никто этому не верил, потом одновременно с нами показали, что когда растишь вибриохолера на байл-эссет, вот байл-желчь, вообще, вообще, вот я вот сейчас точно считаю, что если, вот мы делаем эксперименты микробиолой, я вообще-то, ну, как считаю, что биохимик, микроорганизм, потому что в Пущино проработал в институте биохимии микроорганизмов и занимаясь бактерией, только недавно эритроцитами стал заниматься, что надо растить бактерии в тех условиях, в которых они близко к натуральному, например, я там тоже русский ряд, захожу, ты что там растишь, у тебя краски, чашки красные, решил томатного, как джуз, томатного джуз, вот как, томатного сока добавить, там, ирвини, они любят, растения и всё, и делал транскриптом, то есть транскрипцию, всё получается, вот если ты растишь, не в ЛБ, то есть, бактерии испорчены, когда они раз, вот ЛБ, ЛБ, да, есть такое слово, есть в русском тоже, да, то есть, в ЛБ растишь, если там, там это вот, это совершенно, всё по-другому, но я не говорю, в целом они растут, делятся, ну, надо растить в том, что они вот живут в натуральном, вот здесь мы порастили, вот видите, порастили при низкой температуре, перенесли на 37, плюс глюкоза, имитировали паразитические, как, тут сапрофитный, наверное, да, есть такое слово, сапрофитный, паразитический, и 30%, но если они синтезируют, и живут прекрасно, потому что мы делали эксперименты, мой друг Олег Коломыткин, он в Луизиане работал в это время, я говорю, ты сделай мембрану и добавь, вот, бислой такой, сделать они где-то, планарную мембрану, там, в электрофизиологии, он добавляет 10%, уже мембраны раскалывает, то есть, не может, ну, я рассказывал вчера, они позитивные, этот, кривизна, они как мицеллы образуют, мембрана нестабильна, если ты добавишь 10%, ну, а бактерии инвива, там, конечно, там и белки есть, и еще что-то, это все по-другому, они прекрасно, хорошо растут при 30%, ну, вот, видите, я посчитал пропорцию, да, было там меньше 2%, а стало, вот, в данном случае, в эксперименте 20%, хотя мы открыли систему, обычно бактерии борются с большим количеством лизолипидов, то есть, есть система, которая регенерирует, если тут образуются лизолипиды, фосфолипаза Айту, она во внешние мембраны, эти липиды с одним хвостом, вот видите, два хвоста, одним хвостом, они быстро переносятся во внутренние мембраны, тут реакцилируются, то есть, клетки, механизм, хотя мы проверили гены в этой герсине, там вся эта система есть, но она почему-то не работает, еще отдельный вопрос, почему она, эта система не работает, вот, ну, мы решили потом посмотреть, а где же это липиды, то есть, это на целых клетках, а есть внутренняя и внешняя мембрана, где это накапливается, лизолипиды, то есть, вот, две мембраны, это внешняя и внутренняя, это все свойства всех граммано-лицательных бактерий, где же она есть, вот, куда я это пропустил, вот, я перевернул, мы расфункционировали мембрану, использовали специфические маркеры, чтобы доказать, что эти фракции, они декросс-контаминейты, то есть, не загрязнены друг другом, использовали маркер СК-белок, который маркер внутренней мембраны, и фосфолипазу А2, который маркер внешней мембраны, получили очень чистые фракции внутренних мембран и внешних мембран. Вот, видите, здесь в внутренней мембране нет внешней мембраны у белка и только внутренней мембраны, а во внешней мембране нет СК, который маркер внутренней мембраны, И оказалось, что и внутренняя и внешняя мембрана содержат лизолипиды. Теперь, что же происходит с белками? Для чего эта клетка делает? Мы выбрали парин, это белок, который существует как мономер, синтезируется во внутренней мембране, а потом переносится во внешнюю мембрану, где тримеризуется, образует тример, и эта пора служит главным окном для проницаемости антибиотиков. Что мы нашли? Мы нашли, что лизофосфолипиды увеличиваются и во внутренней, и во внешней. Более того, еще фастеологлицерин, но это отдельная история, которая тоже важна. У меня сейчас времени об этом говорить. Это связано еще с иммунным ответом клетки. Вы выбрали вот этот парин, который бета-бэррол, протеин, он тримеризуется. Структура была в 70-е годы, очень известный белок. Этот рептофан очень удобно изучать при рефолдинге, используя флюоресцентные методы. Эта пора закрывается вот таким лупом, который позволяет ампицилина, это цвитерионик, он имеет положительные отрицательные заряды, проникать через эту пору, когда этот луп движется. Это еще механизм неизвестен. Теперь какие инструменты, опять, каким методом мы можем изучать взаимодействие лизы липидов и вот этого белка парина? Ну, мы почистили этот белок. Вот эта группа во Владивостоке, она определяет уникальную возможность чистить нативные белки. То есть обычно сейчас вешают там вот тег какой-нибудь, да, и потом чистят как бы хроматографию. То есть они чистят белки в нативном львиде. То есть используют, вот это классическая биохимия, когда ты чистишь белок просто без всяких генетической инженерии приемов. И удалось почистить тример и мономер. Главное свойство этих белков, что они, когда повышаешь температуру, тример распадается в мономер, а конформация мономера меняется, что он меняет свою подвижность. Вот он в нативной форме нагрел, он прыгает вверх, а тример разваливается. То есть мы взяли эти антитела, ко мне приехала девочка из Владивостока, покололи кроликов, там это, почистили антитела и получили антитела. И мы были, так сказать, удачны, что все антитела, которые мы получили против тримера и мономера, мы мономер взяли, который денатурированный вкололи, и нативный мономер. И получили три типа антитела, к тримеру и к два в мономера. Они оказались, все чувствуют конформацию. Вот мы поделили вот это, использовали эти антитела как инструмент. Какой метод используется? Для всех бета-беррел белковоизвестно, я говорил, чуть-чуть нагреешь, он нативной формой прыгает на 5 кДт вверх, то есть это одно из свойств этих. Теперь мы можем, если этот липид, который увеличен, если он вдруг влияет на конформацию этого белка, что будет, если мы одновременно с повышением температуры добавим разные липиды к этой реакции. И оказалось, что опять, иногда, мне прям мурашки иногда сейчас опять прошли, когда вот это предчувствие, опять студенты меня сегодня спрашивали, что главное в новой? Для меня еще вот это предчувствие, делай, вдруг получится, получится, получится. Ладно, уйду, лучше не буду здесь стоять, я до сих пор суперстишен или как это, ну, по дереву постучаю. Вот это вот чувство, вот это у меня до сих пор, когда я это вижу, это еще ничего не опубликовано. У меня сейчас мурашка идет. Вот смотри, вообще, очень интересно. Смотрите, девочка Оля Попова приехала, она вот недавно защитила, вот начала нагревать очищенный мономер. Нагревает, 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 конечно, конформация меняется, видите? А добавили лизолепид, бах, ничего не произошло, да. А добавили, который не лизолепид, а дает сильную форму белого, то этого ничего, разницы нет. Только один лизолепид, это же все дублировано, видите? Вот белок увеличиваешь температуру, он денатурирует, вот здесь вот все, все появляется здесь при 75 градусах. добавили лизолепид. Вот видите, что-то осталось, но вот видите, этого не произошло. То есть, это сразу, что нам показывает? Ну, а диацильные формы ничего не делают. Вот. Ну, что значит, что... У меня такая мысль возникла. Значит, на холоду, на холоду, когда клетки растут, он белок в одной конформации, да? Потом мы нагреваем, его конформация меняется. Но клетке это не нужно. Клетка должна его конформацию, ту, которая была принесла. И тут синтезируется этот липид, чтобы предотвратить эти температуры, зависимые изменения. То есть, ну как это на пальцах объяснить, что белок синтезируется при низкой температуре, у него какая-то конформационная память есть. Он синтезировался, и липиды его вот в этой конформации. Потом клетки, когда идут в наш организм, когда 37 градусов, его конформация должна возникнуть. А клетке это не нужно. Они синтезируют этот липид, чтобы вернуть его к той конформации, когда он был... Это как по-английски, то есть loss of conformation, ну а этот липид prevents loss of this conformation. Для чего эти клетки нужны? Чтобы синтезировать, для того, чтобы предотвратить изменения в этой конформации. То есть, тут, ну тут еще это я еще раз покажу, что у нас, я говорил, мы спектр антител повлечили, в том числе против денатурированного мономера и нативного мономера. Но это показывает, что вот этот нативный мономер, это все тот же эксперимент, просто еще что нативная конформация, вот она здесь увеличивается. Ну потом опять делали мы этот белок, его денатурировали в мочевине, потом разбавили и показали, что в ренатурации белка опять только лизолепид, лизолепид важен, а диацильная форма ничего не делает. То есть вот по-английски, то есть LPE prevented OMPF from denaturation, это повышенная температура, и предотвращает эти изменения. Loss of protein conformation memory imprinted by cold. То есть идея такая, которую я продемонстрирую другим экспериментам, что при низкой температуре одна конформация, и наверное какие-то белки должны поддерживать, липиды поддерживать, которые возможны, сейчас я покажу это, эксперимент делать. Потом повышаем температуру, чтобы хранить этой конформации, специфический липид нужен. Это я пропущу, контрольные эксперименты. Поскольку я уже говорил об этом методе Eastern-Western, почему бы не сделать такой эксперимент для этого. То есть вот Eastern-Western сделан, оказывается, что фасдилатоноламин, который из герсиния или синтетически, они никакого эффекта не являются. То есть видите, конформация не меняется. И только при блоте, когда мы на подложку, на эту бумажку перенесли D-O-P, или синтетический, моно-оли-ил-П, видите, какие изменения в конформации. То есть фасдилатоноламин при низкой температуре работает как cold shock lipid. То есть он сохраняет одну конформацию, а моно-лайзаформа работает как heat shock lipid. Он сохраняет совершенно другую конформацию. То есть эти белки работают как heat shock protein и cold shock protein. И это также мы показали, что эта лизоформа важна для тримеризации этого белка. Видите, если добавишь лизолепид, получается тример, а если просто диацильная форма, белок не может тримеризоваться. Это то же самое. Теперь другой метод. Как измерить функции этого белка? Что произошло с функцией? Метод для изучения пор, это обычно так называемый планер BLM, то есть белки спонтанно встараются, и потом ты можешь электрофизиологию записывать ток, который идёт через этот белок, если ты там PH или ток изменишь. То есть мы показали, что вот эти клетки накапливают лизоэстилэтаноламин, показали, что они работают как липошапирон, а теперь что происходит с функцией белка? Вот мы использовали эту технику в сотрудничестве с лабораторией Анделькор в Юниверситете в Хьюстон, мы работаем в Юниверситете в Тексас, а она работает в Юниверситете в Хьюстон. То есть мы реконструировали этот тримерный белок в мембрану, и поскольку лизолепид – это как детериент, ты можешь строить белок, можешь и тут же впрыскнуть вот в эту вот часть камеры, это лизолепид, или можешь прямо добавить и белок, и лепит, и посмотрите, как это повлияет на эту активность, на этого канала. И вот что получилось. Вот вы видите, белок, когда встраивался, дефицитенолеписи, это просто самый распространенный лепид. Видите, вот канал активности, канал активности, он работает закрыт, открыт, закрыт. А посмотрите, когда мы добавили лизов стилэтаноламин, посмотрите, канал закрылся, потом чуть-чуть открылся, ну, практически он закрыт все время. То есть идея такова, что когда клетки заражают, мы заражаемся бактериями, лиза стилэтанол синтезируется, не только конформация, они, канал закрыт, возможно, чтобы противостоять нашей иммунной системе или антибиотикам, которые мы используем. То есть канал, когда бактерии растут в нашем организме, герсинии, канал закрыт, вот как это показано, они синтезируют 30% лизов и лепид, закрывают канал, и они не чувствительны ни к чему. И действительно мы это проверили, вот этот канал, ампицилин, цвитерионик молекул, этот канал, это структуры, уже он в структуре известен. Использовали этот же метод, изменится ли антибиотика чувствительности этого белка. Вот этот белок, видите, тут оказалось еще, что очень интересно, что этот белок, он обычно клетки так делает, когда они к нам в грамоте, они заражают нас, они пытаются, так сказать, убрать этот белок вообще, то есть идет такая система регуляции, что он не синтезируется вообще. Но оказалось, что когда ты растишь клетки на глюкозе и серобиозе, ведь смотрите, синтез с него не изменился, но при этом они становятся резистентными к антибиотику. То есть действительно, вот этот механизм бактерий использует, чтобы противостоять действию как иммунной системы, действию антибиотика. Мы сейчас ищем, какие молекулы могут это предотвратить и как повлиять на этот процесс. Вот этот пример, который показывает, как липошапироны могут быть вовлечены в развитие резистентности к антибиотикам. Ну, сколько липошапиронов известно. Вот нам почувствовалось открыть в 2006 году, он работает как чисто фундаментальное исследование, работает для фолдинга лак-пермиаза и мельбиоз пермиазы. Потом одновременно, вот мы опубликовали там в апреле или феврале, Ян Томасон лаборатория в том же году опубликовала, что липополисахарид работает как липошапирон для фолдинга другого парина, ФОИ. То есть, я разговаривал с Рустамом, что действительно там Nature Science Cell не взяли нашу статью, но мы сохранили прайорити, или как первенство в этой области, там всего два месяца. То есть, в тот же году в том же журнале было открыто два липошапирона. Потом было показано уже через год, что вот этот вот цитоксин в сирации Марцессинг также сворачивается с помощью стилотоноламина. Потом в эритроцитах тоже, больше, что стилотоноламин нужен для сворачивания цитохромсодержащих белков в эритроцитах. Потом он нужен для сворачивания вот этого белка, а вот внешнемембранного белка и ДЭХПИ-протеазы в 2012 было пока. Вот фастилотоноламин работает как липошапирон вот для пяти пока известных белков. Было годом позже, и вот недавно было показано, что фастилглицерин важен для сворачивания прионов и развития болезни Ленинсхаймера. Я покажу, остановлюсь на этом позже. и вот этой протеазы, хит-шок-белок, который когда в Еколе, когда они после хит-шок, он синтезируется, ПИДЖИ очень важен для его стабильности. Было показано в том же году, что корделепин работает как шаперон для сворачивания фолдинга митохондриалия родонеза. Это тоже в 90-м году в том же году было открыто. То есть, я начинал, что мой доклад называется как демократия белков, что каждый, я считаю, каждый мембранный белок имеет право использовать любой липид для своего фолдинга. Вот Томасон я уже говорил, ЛПИ проявляет инвитер, хотя показано, что лайзолепид, это было показано в 2001 году, важен для сворачивания цитратсинтаза альваклипизидаза, это просто инвитер, он сворачивает белок с такой же эффективностью, как и белковый шаперон DNAK или другие хит-шок-протеины. Вот это я тоже покажу слайд на этом, что я встретил эту женщину, она работает в Швеции, она рассказала о своих экспериментах, и ей удалось показать, что сульфатит, лепид, важен для сворачивания белка проинсулина, это очень успешная работа, они даже, я один слайд покажу, они показывают, что этот липид важен для сворачивания проинсулина и его третичной структуры. Ну вот видите, тут CD-1, где это очень интересный протеин, который подплазматическими ретикулами, этот белок представляет липидные антигены для иммунной системы. идея тоже очень интересная десиливает. То есть обычно иммунная система реагирует на белки, но также мы заражаемся, бактерии разрушаются, они также должны к иммунным клеткам представить липиды, как 419 genes. И вот CD-1D молекул, который переносит липид к клеткам иммунной системы. И они показали, вот эти ученые, что в антиполотическом ретикле, то есть липид он гидрофобный. Чтобы ее перенести, есть такая как это груф, я не знаю, как это перевести. Груф, то есть как бы ложбинка, которая с гидрофобным экзономом, куда надо. Ну, чтобы она не коллапснула во время внутриклеточного плазматического ра, она захватывает PI, сделает аназетил, переносит на мембрану плазматическую и там забирает липид, который нужен для теклеток. То есть тоже этот липид работает как шаперон. Ну, вот еще несколько свинголипидов, даже биолессед, то есть действительно белковая демократия. То есть вот эти все липиды работают как молекулярные шапероны в фолдинге различных белков. С Владивостоком мы тоже еще удалось показать один интересный факт, то есть неожиданные очень. То есть та группа в Владивостоке, группа Эдуарда и Нины Саниной, то есть они занимаются представляем как антителами, как представить мембранные антигены к иммунной системе. И, конечно, мембраны лучше, чтобы представить, чтобы они были с липидами в правильной конформации. На Владивостоке они выделяют липиды из морских огурцов и водорослей. Идея была, что предоставить, ну вот есть адьювант, чтобы иммунный ответ был лучше. Они решили выделить липиды из морских огурцов и разных водорослей, и потом заключить несколько белков, и потом проиммунизировать кроликов посмотреть иммунный ответ. Они обычно для этих ТСПО известны, но обычно чтобы это делать, выделяют из коры какого-то латиноамериканского дерева, который очень токсичен, чтобы адьюван, адьюван, слово. Они решили выделить МГДГ, моногалактудайсилглицерол из водорослей и один так называемый терпеновый глюкозит из морских огурцов и приготовить липосомы и дать белок, ну а нескольких белков, в том числе ОМПФ, там в Владивостоке очень популярно это Ерсини и ОМПФ заключить. И интересно, когда посмотрели под микроскопом, там вместе липосомы обнаружили такие вот нанотрубки. И вот полиненасыщенная форма этого гликолипида очень важна. Это вообще впервые получилось, что обычно там получаются липосомы, которые доставляют антигены, мембранные белки к иммунной системе. А здесь получились вот они опубликовали это Эдуард Костецкий с Ниной Сайна опубликовали в нано-байотехнологии эту статью. Вот. Теперь вот я говорю, я пытался в своей лекции перейти от фундаментального о значении фармакологическом и таком прикладном липошоперона. Вот эта группа в Швеции, о которой я говорил, они показали, что сульфатид, сульфосодержащий липид, это из сфинго-липиды, я говорил, есть глицерофосфолипиды вчера, а есть еще липиды, у которых бэкбон не глицерол, а аминокислота. Вот что они показали. Вот видите, когда нет этого сульфатида, вот, вообще ничего не происходит белком, он не сворачивается, не образует ни димер, ни тетрамер, он только образует гексомер, который при этом приобретает какую-то ненатуральную аморфную форму, а если добавишь сульфатид, то получается, видите, смотрите, кристаллы инсулина и получаются нормальные димеры, из которых потом образуется более молекулярная форма. Но что они еще нашли, то, что только липиды с короткой жирной кислотой этому, потому что те свинголипиды, которые содержатся в мозгу, они это не делают, только липиды из панкреас, которые короткоцепочные, панкреасы это поджелудочная железа, как это могут делать. И более того, они недавно начали делать эти эксперименты, когда этот липид начали вкалывать в кровь. И у них получилось, что как минимум в мышах это администрейшн или вкалывание сульфатидов с короткой жирной кислотой предотвратило диабет 60-50% развития в мышах предотвратило. Это пример, когда липид работает как шаперон и может предотвратить развитие. Но только было сделано на мышах. Теперь я говорил, что некоторые липиды вовлечены в развитие болезни Альцхаймера. Один из таких липидов в мозгу очень много ганглиозидов. Я рассказывал об этих липидах, различные сахара в головках. Два года назад была опубликована статья, что этот POPG важен для развития болезни Альцхаймера. И что они делают? Вот видите, прионы, например, но в данном случае это такой прионы, это как mad cow disease в развитии. Это так, что в Альцхаймере все эти участвуют белки, которые существуют, которые могут иметь конформацию. Если там считают то есть вся информация заключена в белки. Маленькие РНК до этого было показано, что важны. Получается, что они существуют как мономеры, но болезнь происходит, когда они начинают агрегировать. И они показали ЕМР, что как раз что липид делает, анмаск вот эти вот сайты, которые предотвращают отрегревации, он когда связывает, он как бы анмаск, они были замаскированы, но анмаск, и белок начинает агрегировать. Вот этот пример, когда стилглицерин работает, или точно так же было в Эльцхаймере, вот эти англиозиды, это уже довольно развитая область, когда липиды работают как энтайшаперон, то есть они наоборот вызывают агрегацию белков, не сфолдингом, они как бы отрицательную роль играет антишапероны. Ну и заключив сегодня, что вот долгая история, я назвал это Миша Перон, поскольку мое имя это Миша Перон, вот я когда мы открыли это первый липид шаперон, я получил много очень имейлов от профессора Гершовича из Израиля, в том числе от из Оксфорда Джон Элис, кто ввел это понятие шаперона, все имейлы были отрицательные, там пишут прям липидсанод шаперонс, то есть очень много имейлов шло, мне пригласили в университет оф Оксфорд Джон Элис, который концепция шаперона, сейчас меня посадили, там был доктор Страер, вот вы знаете учебник биохимии Страер был, вот они, Джон Элис и доктор Страер пришли утром, они мне просили рассказать о моих идеях, что вот эта дискуссия тогда была очень, и Джон Элис после этого написал статью, где в то же время было открыто другие шапероны, что РНК тоже, РНК-рибосомы работает как шаперон, белковая демократия, когда каждый белок имеет право использовать любую молекулу, чтобы свернуться, свернуться, ну и вот, я попытался построить такое MySherperon3, что молекула шаперон can be non-protein by nature, Джон Элис после встречи нашей в Оксфорде, он написал статью Can молекула шаперон be я уже забыл, то есть могут они быть белками, или это не необходимо, то есть вот липошапероны это как мило показано я говорю два липида и то есть фастилотоноламин LPS и кардиолепин работают энтолипошапероны вот я вам говорил что фастилглицерин и ганглиозиды наоборот вызывают агрегацию белков работают антишапероны в том же примерно в 1926 году рибошапероны были открыты но тут нечего было доказывать явно для шаперона важно, что он взаимодействовал с ненативной формой и то что он не компонент окончательной структуры конечно в рибосомальной РНК там сворачивается белок он с ними провязывается они помогли ему свернуться и он потом покинул рибосомы там это функция шаперонов наоборот вот видите сколько статей появилось примерно после 1996 года главные статьи были опубликованы в 1996-1997 году что РНК может работать как шаперон я их назвал рибошаперонов также ДНК может работать как причем интересно что только дабл стренд ДНК а не синглстрейн ДНК может работать как шаперон полифосфат и работать как шаперон даже олигосахариды вот начиная опять же коинцидент в 1996-1997 в те годы вот в 1996 году когда мы открыли первый шаперон небелковой природы вот были открыты рибошапероны и гликошапероны ну также у меня нет времени сейчас белки шапероны небелковой природы могут взаимодействовать с шаперонами белковой природы например стилглицерин может взаимодействовать с шапероном белковой природы ГРОЕС в том же году в 1996 тогда было это очень я говорю это очень живо и воспринято вот когда хотя это встречено я же говорил что все никто это не принимал сейчас уже как мне рассказывали развитие научных идей то есть вначале ты сделал никто этому не верит все там вообще ерунда потом кто-то еще показал да это может быть существует потом третья статья обычно в Science Nature да это существует но это сделано не тем кто это показал это действительно развитие научного открытия первый сделан никто не верит второй сделал может быть третья лаборатория сделала она такая мощная которая может обвлекать в Science Nature да вот это сделано доказанное мы тоже через это прошли то есть вот потом что еще вот опять же хитшок протеин могут то есть они могут вместе помогать липиды и шапероны свернуться белкам также видите сколько примеров тот же шаперон олигосахарид и ПИ тоже вместе могут работать было показано и РНА как райбошаперон может взаимодействовать с липидом и помогать то есть сейчас это уже доказанный факт но в 96-м году это было действительно очень такое время когда я уже говорил многие эти работы были начаны в 96-м 97-м году ну и закончив я опять же хочу вот мое видение что липиды это как люди они имеют двойную жизнь они строят мембрану но тоже по отдельности они могут работать как липо-шапероны то есть когда я приехал это было начинал в лабораторию Билла Дафхана его он он вел несколько понятий вот я показывал слайд его что что вот вану липид юсид вайзли то есть надо использовать второе что-то липица над кадрин кодет байджинс это вот тоже его так сказать экспресс экспрессион фраза ну вот хилфикок когда я приехал вот тот человек который говорил ты ничего против американской системы я думаю не имеешь когда я возился с замком вот с этим код подбирал джунет была моя аспирант хайди витрак пасдок вот ольга попова это которая начала из владивостока она приехала как аспирант и защитилась рон кабак который нам дал антитела и вот который работал все время слаг пермиаз аки висландер который из института стокгольм университи он работал с галайколипидами к сожалению умер два года назад и он предоставил нам гены чтобы синтезировать в еколе моногалакты галайколипид и юнер фон хейнер это кто работает во швеции но я не рассказывал о этой части работы и работа по герсинии были сделаны всеми русскими в америке и во владивостоке и в коллаборации с лабораторией Анны Делькор в университете в хьюстон и поддержка была от NIH и грант который я получил от европейского сообщества и вот Наташа и Оля которые сделали основную работу по ЛПИ в герсиниях ну и на этом я могу закончить я продолжим завтра с другой интересной области я только хотел подчеркнуть что я буду рассказывать о флип-флоппинг белках белки которые ковыркаются в мембраны и опять же я в моей любимой фотографии что мы всегда должны так сказать идти против догмы спасибо за внимание а да Редактор субтитров